Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз нам не хватило времени поговорить на тему, как американский юмор, как спасение в эпидемии. Вот на эту тему не удалось поговорить. Может, мы с этого начнем? Я думаю, да. Хотя такими темами лучше заканчивать. Но я очень ценю общение со слушателями, поэтому вдруг опять не получится. Давайте сегодня начнем с нашей вот этой вот темы. Тем более, что, я думаю, к ней еще будем возвращаться. И, наверное, не один раз. Я благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, прежде всего, желаю вам всем здоровья. Потому что, ну, вот, говорю, многое мы с вами всего-то за четыре года. Не успели повидать. И еще вот такое на нас свалилось. И хотя кто-то может, наверное, возразить, какой тут вообще юмор и не до шуток. На самом деле, знаете, наоборот. Потому что, когда ситуация сложная, насколько сложная, что здесь преувеличено, что нет, не в этом дело. Сложный этот кризис и в области здравоохранения, и в области всего-всего-всего, а там и экономический. И в такой ситуации впадать в уныние и просто-напросто ждать, что либо все это кончится когда-нибудь, не знаем, когда-либо. Как по Пушкину, что я вам в прошлый раз цитировал, насчет того, что вся гзевая-то живет и так далее. А спасаться надо. И спасаться, прежде всего, в таком психологическом плане. Потом и все остальное, я надеюсь, приложится. И, на мой взгляд, у вас как раз есть спасение очень сильное под рукой. Все могут, у всех свои пристрастия, у всех свои мнения. Многие считают, что юмор – штука, которая вообще не переводится. Многие считают, что юмор – это тот, к которому вы привязаны своим языком и своей культурой. Да, наверное, но, тем не менее, я всегда считал, что лучшее, что есть в юморе, прежде всего, американском, – это универсально. И, более того, это универсально не только потому, что это смешно, это универсально потому, что вам пригодится всегда в самый, казалось бы, угнетающий, устрашающий какой угодно момент. Да, я сужу о себе, я прекрасно понимаю, что все личностно и о вкусах у всех свои. Но, тем не менее, можно сколько угодно восхищаться юмором отечественным, российским и даже советским. Я ни минуты не собираюсь принижать достоинства действительно великих людей, которые писали на русском языке. Можно, если уж мы говорим с вами об англоязычной культуре, восхищаться юмором британским, классический, изысканный, какой угодно, и даже не такой изысканный, там, не знаю, Бенни Хилл, все совсем другое, но тоже смешно. Можно и итальянский вспомнить, и французский более визуальный, но, знаете, вот тот юмор, который может вам показаться, в какой бы стране вы ни жили, понятным, с какими-то, естественно, моментами, и который вас выручит, это американский. Все-таки американский юмор, он складывался, на самом деле, как оружие. Это было таким же способом выживания для американской культуры, как вторая поправка, если хотите. Ну, потому что мы же с вами помним, кто такие американцы, да и все вы. Это люди, которые приезжали на новые территории, осваивать их и сталкивались с тем, не зная, что будет завтра, сталкивались с самыми жуткими условиями, отбиваться от индейцев надо было, коренных американцев, ну, индейцев. Разбираться, воевать за свою свободу от англичан, оберегать свою свободу иногда от своей же власти, разбираться с людьми, у которых другое мнение о Конституции и о гражданской войне и так далее и тому подобное. И если вы на самом деле посмотрите, то увидите, что именно в таких ситуациях, когда вы не знаешь, что будет, не знаешь, как себя вести и надо просто-напросто спасаться, жить, ну, чтобы была надежда, и эта надежда передавалась тем вокруг вас, юмор он спасает. И американский юмор потому и стал таким великим. Более того, если вы посмотрите на людей, которые действительно стали для всех нас символом, людей, которых мы перечитываем, на которых мы ссылаемся, иногда даже не замечая этого, чьи цитаты вошли в повседневный обиход, то очень часто это люди, которые появились, либо их характер сложился в такие моменты, либо они творили в моменты тяжелые, потому что Твен, безусловная вершина мировой литературы вообще, или это юмор очень черный, но тем не менее Амброс Бирс, так или иначе на них сказалась гражданская война. В саму гражданскую войну, как вы к нему не относитесь, очень выручало то, что лидером Соединенных Штатов был Линкольн, можно сказать, уникальный пример, человек, который по всей своей статье и по всей манере был единственным, наверное, стендап-комиком-президентом. Это ни в коем случае ему не в укор, тем более, что многие его цитаты, даже при том, что партии немного поменялись, они по сию пору актуальны, ибо всякий раз, когда появляются на экранах Байден, Пелози и же с ними, то я вспоминаю бессмертную фразу Линкольна, демократов нельзя пускать в приличное общество, потому что они шокируют женщин, пугают детей и пачкают полы. Вот ничего не изменилось, заметьте, с середины девятнадцатого века. Ну, про полы там спорно, но тем не менее. Так вот, гражданская война, если вы посмотрите на расцвет американской юмористики и на расцвет американской комедии в кино, то это будут двадцатые, тридцатые и сороковые годы. То есть, конец двадцатых, когда только начинает развиваться кино звуковое, тридцатые, вы сами знаете, великая депрессия, про сороковые, ну, тут мне даже и говорить ничего не надо. Тем не менее, кого мы видим, великие, безусловные люди, которых я всем вам советую читать, перечитывать, ну, даже с поправками на некоторые особенности языковые, это Дэймон Раньюн и Ринк Ларднер, это Хенри или Генри, если угодно, Луис Менкин, он больше как раз для двадцатых годов характерен, а вот Ларднер, который умер, к сожалению, в тридцать третьем году, или Раньюн, это как раз вот та самая эпоха, о которой я говорю. И, конечно же, кино, потому что лучшие комедии, как ни странно это прозвучит, а может и нормально, они были созданы именно тогда. И много чего было и в последующие годы, и смешного, и не очень, но я по сей пору пребываю в убеждении, что если действительно вам нужно поднять себе настроение, то смотреть надо Чаплина даже в меньшей степени, у меня к нему сложные отношения, тем более, что он не американец. А вот «Братьев Маркс» и фильмы, например, Уильяма Клода Филдса, или фильмы Фрэнка Капре, или, ну, не буду вас пригружать, Хаварда Хокса могу вспомнить, и кого угодно, их смотреть стоит и сейчас. Во-первых, за удивительное владение, прежде всего, как раз у «Братьев Маркс» и у Филдса языком английским в его американском варианте, но при этом он гораздо более понятен, чем, например, тот язык, на котором говорят некоторые сегодняшние политики. И плюс это еще действительно убежденность в том, что юмор, если хотите, цинизм не очень хорошее здесь слово, хотя есть такое понятие «циник с добрым сердцем», и очень часто, прежде всего, Филдс его в своих фильмах и использовали. То есть, когда такое, вроде бы, иногда, по тем временам, сейчас это совсем безобидно, шокирующий абсурдистский юмор, он, вроде как, помогает вам защищаться, но оставляет вас действительно хорошим человеком. Сейчас это немного более понятно, тогда, повторяю, это казалось чем-то таким шокирующим. Тем не менее, именно американский юмор, кстати говоря, в 30-х годах первым обратил внимание и начал высмеивать и диктаторов. Опять, у нас всех Чаплин в голове с великим диктатором, но я бы здесь отстраняю. Однако, если вы посмотрите «Утиный суп» с братьями Маркс или, к примеру, «Ноги за миллион долларов» с Филдсом, то вот вам уже демонстрация здорового американского отношения к диктатуре вообще. Естественно, тамошние диктаторы, они, ну, вполне на сегодняшний день кажутся смешными и безобидными. Ну, Филдс, милейший человек, какой из него Сталин или Гитлер. Однако, кстати, вот в этом фильме, что я упомянул, «Миллион доллар лекс», «Ноги за миллион долларов», его герой как раз воплощает в прямом смысле слова то самое понятие «strong man», которым потом очень долго, да и по сей упору называют самых разных диктаторов. И благодаря Филдсу, и, еще раз повторяю, еще раз говорю Марксу, Марксам, смешно, кстати, да, что Карл Маркс диктатуры в мир принес, а Граучо Маркс и его замечательные братья эти диктатуры высмеивали. Но, как бы то ни было, все это действительно помогало, и помогало американцам и выстоять Великую депрессию, и в годы войны, потому что очень многие фильмы, которые сейчас смотрятся очень современными, очень смешными, а потом поглядишь, это же 40-е годы, когда Америке, да и всему миру было совсем не до смеха, но, тем не менее, когда все это выходило, когда все это действительно было очень смешным, и фильмы, и книги, и рассказы, и еженедельные колонки, и по сей упору это действительно сокровища, пафосно прозвучит, но это правда, мировой культуры вообще, не только американской. Можно, конечно, посетовать, что после военной постепенный захват и относительное благополучие, ну, даже с учетом проблем вроде войны во Вьетнаме и так далее, что все больше и больше юмора стал порабощаться левыми, и, например, к началу века 21-го у меня вообще был период некоторого разочарования в американском юморе, хотя всегда он был моим спутником, ну, в современном, потому что когда все шутки большинства комиков и телеведущих, это что, белые мужчины христианского вероисповедания и так далее и тому подобное, а про черных и прочих шутить нельзя или только как про жертв, хотя, кстати, тот же Ричард Прайор, чернокожий комик, ну, был достаточно левых взглядов, но высмеивал и своих будь здоров, между прочим. Однако сейчас, вот в годы десятые, вот эта вот закостенелость левого юмора уже стала давать себе знать, и хотя, конечно же, все эти скучнейшие люди никуда не делись, но многие из нас все чаще и чаще и правильно делают. Смотрим мы Грега Гатфилда, который замечательный ведущий и человек незаурядного остроумия, и вот я вам сказал, что Линкольн был, можно сказать, стендапером, президентом, но еще, так или иначе, наверное, два было человека, которых тоже можно назвать людьми, прекрасно владевшими американским юмором и умевшими его использовать, будучи президентами. Кулич в меньшей степени, и он скорее с друзьями, а вот Рейган, безусловно, вне зависимости от того, кто были его спичрайтеры, он и сам знал и умел хорошо шутить и использовать юмор в своих выступлениях. И как раз, кстати говоря, Дональд Трамп, и поэтому сейчас его периодические появления и умение ставить на место левых репортеров, даже в нынешних условиях, это действительно напоминает нам о том, что рано, конечно же, еще говорить, и мы с вами ни почем не знаем, что будет, к сожалению, дальше, но если вспомнить то высказывание, что человек приходит к власти с определенной целью, то, возможно, я не хочу здесь Трампу такой аванс выдавать, но тем не менее, кто знает, может, Трамп со своим остроумием иногда шокирующим, иногда уместным, он как раз именно тот человек, который нужен, чтобы Америка пережила нынешнюю эпидемию, кризис, что с ней связано. Но если отвлечься от Трампа и посмотреть, кого бы я вам рекомендовал сегодня, когда многие из нас, из вас, да и из нас находятся дома, и, естественно, хочет что-то посмотреть, что-то почитать, ну, я вам уже говорил, смотрите старые комедии, назвал даже с кем, абсолютно какие угодно, читайте классику от Твена Ларднера и Дэймона Ранниена, из современных комиков находите, пересматривайте того же Гатфилда, его достаточно много можно найти в интернете, и, конечно же, человек, которого, ну, так вот получилось, что случайно я его прочитал в незапамятные времена, в 91-м году, даже точно помню, каким-то чудом его перевели на русский язык, я еще в школе даже учился, с тех пор вот он один из тех, кто со мной все время так или иначе рядом, уже на английском со временем, и я очень много его читаю, хотя художественную литературу на самом деле мне она у него не очень нравится, но его книги юмористические, сборники колонок, это для меня абсолютный маст, да простите мне то, что я так использую это слово, это Дэйв Берри, поэтому находите его книги, когда-то благодаря его книге Дэйв Берри Слэпт Хир, я заинтересовался американской историей, кстати говоря, и хотя она, конечно же, юмористическая, но она действительно позволяет вам полюбить и увлечься Америкой, Дэйв Берри Турнс Фифти, это тоже почти, даже не почти, а идеальная пародия на учебник истории в целом, и у Берри есть абсолютно все, у Берри есть замечательные шутки, у Берри есть прекрасная манера объяснять все и давать всему комментарии, при этом он высмеивает людей, всех взглядов, всех партий, что делает его еще более привлекательным, на самом деле, хотя я все-таки замечу, что как только он женился на Мишель Коффман, который из еврейско-кубинской семьи, он стал более консервативным, такой интересный момент, да еще он во Флориде сейчас живет, ну, как бы то ни было, это уже, может, я приписываю ему лишнее, но тем более, мои личные пристрастия, ну, да простится мне такое, Берри говорил, что в жизни мне очень помогали два человека, это моя мама и Роберт Бенчли, Бенчли тоже юморист, и тоже я советую вам его читать, но мама, конечно же, всегда дороже, но я с Дэйвом согласен, мне тоже в жизни очень помогают мамы, и помогал их, ну, и сейчас помогает, на самом деле, и Дэйв Берри, поэтому Дэйв жив и здоров, к счастью, у себя во Флориде, и потому он не так давно записал обращение к всем американцам, которое заканчивалось словами «Stay safe», «Stay sane», «Stay away from me». Ну, вот последнее не надо, давайте, ну, или на время, а в остальном, вот этот вот завет великого, я считаю, юмориста «Stay safe», «Stay sane», я вам с удовольствием переадресую, и если вам покажется, что все плохо, что и дальше будет только хуже, почитайте или посмотрите тех людей, о ком я говорил, естественно, они не решат все проблемы, но, по крайней мере, вы поймете, что Америка, которая дала миру таких людей, и Америка, которая так умела и умеет шутить даже в самые устрашающие и печальные моменты, Америка справится и с вирусом, и, как обычно, мы здесь далеко от Америки, глядя на вас, читая ваших замечательных юмористов, и пересматривая фильмы с американскими замечательными комиками, мы тоже поймем, что мы это переживем обязательно, и будем их читать уже просто для развлечений. Здесь я умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. И вот на этой жизнеутверждающей нотке мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова», и следующая тема это наша свобода и борьба с вирусом. Да, поговорили мы с вами о юморе, который нас выручает. Вот теперь проблема более серьезная, и на которую, на самом деле, у меня однозначного ответа нет. Тем не менее, поскольку я все-таки полагаю, что я здесь не для того, чтобы вам навязывать свое мнение и говорить какие-то вещи, которые я считаю истинной в последней инстанции, а для диалога, даже если, с вашей стороны, дело будет сходиться к тому, что вы сейчас скажете, что это все не так, я ничего не понимаю. Но, тем не менее, пробую я самые разные взгляды и на некоторые вопросы, и самые разные пути решения, и делюсь этими взглядами и путями с вами. Так вот, для начала я сразу озвучиваю, что то, что мы имеем дело с серьезной проблемой, это не бесспорно, но то, что, и здесь мне придется несколько раз повториться, все эти модели насчет того, кто сколько умрет, я не буду упоминать, потому что подсчеты трупов это не по мне, вне зависимости от того, завышенные, они заниженные и так далее, и тому подобное. Экспертам я, простите, тоже советую вам верить с очень большой натяжкой, так как если они все говорят разное, то тоже сами понимаете. Но, как бы то ни было, естественно, о чем мы тоже с вами в прошлый раз успели поговорить, что правительство озабочено тем, чтобы людей спасти и сделать все, чтобы минимизировать людские потери. Но, к сожалению, так уж вышло, что у правительств есть только два способа, потому что не забываем, что вся система бюрократическая, она все-таки ненадежна, и она либо не может делать вообще ничего, либо она закручивает гайки и включает свой аппарат подавления на полную мощь. И поэтому оба варианта, на мой взгляд, они, ну, не совсем оправданы. То есть, просто-напросто игнорировать ситуацию с вирусом это ненормально. Скорее всего, ну, не буду уж такими словами бросаться, но, наверное, даже, да, безнравственно. Но, с другой стороны, просто всех загнать по домам и практически всех людей сделать управляемыми, посадить на иглу госпомощи, а тех, кто без этой госпомощи, тех лишить работы и будущего, я, как хотите, считаю, что это был перебор. Наверняка, да, я не в правительстве, да, вы мне скажете, что им виднее, говорите на здоровье, но уверен, что какие-то способы возможности сокращать, выделять какие-то группы людей, наиболее подверженные риску, и стараться оберегать их, все это сделать, я все-таки, думаю, можно. В конце концов, подумать над этим и поработать, я считаю, огромному количеству правительственных организаций, которые на наши деньги существуют, но, наверное, можно. Да, допускаю, что пресловутый профайлинг кого-то смущает, но, извините, когда кризис любой происходит, этого профайлинга не избежать, и если во время войны, как бы вы хорошо не относились к отдельным немцам или японцам, но опасность была, и даже сами патриотичные немцы и японцы это понимали, а если после, во время после холодной войны коммунисты и люди, относящиеся к подобным организациям, естественно, представляли опасность, если после 11 сентября именно арабы и мусульмане представляли опасность, то профайлинг он на каждом шагу. То же самое и здесь. Да, к сожалению, какие-то группы, их пришлось бы стараться или изолировать, или еще что-то, хотя я даже не знаю, кто, хотя у нас в Москве тоже умирают люди пожилые, но болеют и тяжело как раз те, кто помоложе. У меня есть свое объяснение, знаете, люди, например, моего поколения, ну, это примерно год, от 65-го по 75-й, может, чуть больше, то, что в Америке называется поколением Х, те, кто пережил 90-е, нас угробить трудно, потому что то, что мы тут видели, ту дрянь, что мы ели, пили и так далее, и тому подобное, у нас некоторый иммунитет есть. У многих пенсионеров российских, которые, к сожалению, всю жизнь, не всю жизнь, а многие всю жизнь проводят в очередях и, прямо скажем, испытывают к себе безобразные отношения со стороны, будь то советские или российские власти, у них тоже иммунитет посильнее западного, итальянского или испанского, но опять я ни в коей мере не призываю к тому, чтобы и у нас, вот просто, пусть они себе ходят по улицам, а там как повезет. Какие-то, повторяю, ограничительные меры нужны, и их надо прорабатывать тщательно, но когда мы видим то, что мы видим, меня это удручает. Европа, такое впечатление, она вся сдалась, и вся социал-демократия, она действительно сказывается, потому что вы сейчас опять можете возмутиться и сказать, зачем я приплетаю политику к этой проблеме, но так оно и есть. Дело в том, что если бы общество западное и европейское, да и, к сожалению, во многом американское, жило по той системе, которую нам предлагают, предлагали отцы-основатели, между прочим, и консервативная философия, то эпидемию мы бы с вами все пережили без локдаунов вообще. Почему я так уверен? Потому что, во-первых, такая система подразумевала бы куда большую ответственность, ответственность на местах и контролировать проблему на небольшом участке гораздо проще, чем на обширном, к чему я еще вернусь, кстати. во-вторых, когда люди следуют им с детства, консервативная философия как раз об этом внушает соответственность, то самоизоляция это решение человека. И понятное дело, что если какое-то время, да, надо себя ограничить, надо туда-то не ходить, посидеть дома, то это люди делают. Если же, как леволиберальный истеблишмент вкручивает нам уже сколько десятилетий, что ничего страшного, вы делаете, что хотите, мы всегда вам поможем, правительство придет на помощь, правительство вам поможет, то самоизоляцию действительно приходится реализовывать полицейскими методами. То есть правительство раздувшееся сперва у людей отбивает чувство ответственности, а потом обрушивает на них полицейские меры, и люди это принимают как должное, к сожалению. Потому что да, мы вот такие, если нам скажут посидите дома неделю, то мы не будем, мы все равно пойдем гулять, мы все равно будем хвататься за окружающих, поэтому нет уж, пусть нас запирают дома на полгода. Увы, логика напрашивается именно такая. И когда уже сами некоторые англичане на это обращают внимание, то, что в Британии вроде бы тоже близкой Америке стране сейчас Министерство здравоохранения возведено в ранг священной коровы, это очень плохо, когда надо аплодировать не врачам и не медсестрам, им-то, понятное дело, надо аплодировать, а простите, Министерству, то, что называется Национальная система здравоохранения, служба здравоохранения, но это ненормально, и консервативные авторы уже выражают какую-то беспокойность. Но проблема в том, что в Европе я этих авторов вижу очень мало, и что вот как-то все лапки задрали и пошли по домам. Завтра чего доброго скажут, что во всем виноваты какие-то опять группы, и опять ничего не сделают. В Англии, в Австралии какие-то голоса уже начинают проявляться неудовольствия, но пока это голоса телеведущих, хотя это уже хорошо, обозревателей. Вот судья бывшего Верховного Суда Британского задался вопросом, не слишком ли легко мы отказываемся от свободы в нынешних условиях. Я с ним согласен. В Дании моя любимая партия «Новые права» сейчас призывает, что надо уже прорабатывать программу возвращения к нормальной жизни через сокращение налогов, кстати, что тоже их радует, и что правительству нельзя давать такую власть даже в нынешних условиях, тем более заметьте, в ряде стран беженцы все равно принимаются, которые привозят еще не весть какую заразу, а своих, пожалуйста, сидите дома и не высовывайтесь. На этом фоне в Соединенных Штатах еще куда не шло, потому что, по крайней мере, у вас то, о чем тоже, возвращаясь к теме прошлого выпуска, федерализм, он работает, и пока Трамп держится и не объявляет вот этот самый stay at home по всей стране, так и надо, потому что даже если необходимость возникнет, то пусть это идет по Штатам, я все равно буду считать, что это мера, как я уже сказал, опасная и может привести к не очень нехорошим последствиям, но пусть это делают Штаты. Де Сантис, мой любимый, я его опять упомяну, но он пытается тоже выйти из ситуации с наименьшими потерями, с одной стороны он после долгих, после долгого давления этот самый приказ объявил про stay at home, но с другой стороны он еще издал второй указ, там какая-то сложная формулировка, о нем до сих пор спорят во Флориде, но что согласно этому новому указу Де Сантиса местные мэры и руководители более низших каких-то регионов Штата, они не имеют права устраивать ограничения более жесткие, чем те, что вводит губернатор, то есть если вдуматься, то абсурд ситуации на самом деле тот еще, подумайте сами, Де Сантис запрещает запреты, и это опять вот то, что мы видим, такая вот безумная ситуация у нас складывается. Я напоминаю вам, отцы-основатели считали, что свобода она очень важна, и что рисковать свободой, исходя из того, что властью будут руководствовать, власти будут руководствовать, только благими намерениями, это опасная ставка, и она довольно-таки проигрышная, и учитывая, что эпидемия-то рано или поздно закончится, я надеюсь, что рано, а с экономикой, я, заметьте, про нее даже не говорю, нам надо разбираться, то как люди, лишенные мотивации, что мы едем сейчас, что-то делать, и как люди, полностью поглощенные госбюджетом, будут экономику восстанавливать, это действительно тяжело. Примеры стран восточных, он, да, многие на него смотрят, но многие упускают важный момент, скажем, Тайвань, это место вообще полувоенное, они все время ждут агрессии со стороны Китая, и это им помогло, на Тайване там есть заболевшие, хотя в основном приехавшие, местных там исчисляется, по-моему, двухзначным числом, и они отказываются от серьезных локдаунов, но они действительно прорабатывают систему, что в ресторанах какое-то количество людей обслуживать, еще что-то, еще что-то, им проще, территория маленькая, но все-таки они это делают, и я считаю, этот опыт стоит перенимать. В Южной Корее, на которую нам указывают, там тоже без локдауна, но то, что делают там фанаты, например, Сноудена, они сразу взводят негодование, потому что в Южной Корее там абсолютно бесконтрольный, ссылаясь на Брюса Клингнера, бывшего аналитика разведок и человека, который сейчас эксперт по Японии, Южной и Северной Корее, там полный контроль за электронными данными, то есть за людьми следят, будь здоров, даже если внешне этого нет. Что лучше электронный контроль или домашний арест, я не знаю, например. Я бы, наверное, предпочел первое, и то только на данный момент, потому что по крайней мере нет очевидного нарушения свободы. С Японии там растет, к сожалению, рост заболевших и уже ходят слухи, что вот-вот все-таки будет локдаун вводиться, но ссылаюсь опять же на японскую статью, у них такая странная система, странная, в хорошем смысле, они не могут запретить людям выходить из дома. Я не знаю, правда, это нет, но это прочитал в японском источнике, то есть если, скажем, вы и мы, кто говорит на английском, освещая ситуацию в Британии, в Европе и в Штатах используем словосочетание stay-at-home order, да, приказ, то в японской прессе англоязычной, конечно же, я вижу stay-at-home request, то есть, что они могут рекомендовать, но вот другое дело, что в Японии это консерватизм все-таки более на самом деле развит, хотя с поправкой на японские реалии, и они-то дома скорее всего останутся, посмотрим, к чему это приведет, но в целом, повторяю еще раз, я пока не вижу, увы, про ситуацию в Москве, я уж, наверное, вообще не буду говорить, потому что у нас никто не понимает, что происходит на самом деле, если уж быть до конца откровенным, но то, что, хотя все-таки один момент, ладно, я отмечу, Путина, вы знаете, мы к нему отношения, вот для разнообразия ничего про него не буду говорить, но скажу, что те наши оппозиционеры и либералы, не все, не все, сразу говорю, но многие, кто вчера еще кричал, что Путин диктатор, сегодня они говорят, что Путин теперь ничего не делает, и наоборот требует все закрыть, всех загнать по домам, либералы, они как видят, что у вас, что у нас одинаково, и неудивительно, что никто их не любит и не понимает, опять же, безотносительно того, что из себя представляет Путин, но как бы то ни было, я не вижу, увы, чтобы правительства, стран больших и западных, нашли нужный баланс, между борьбой с вирусом, и соблюдением свободы, вирус придет и уйдет, вернуть себе, да, увы, с большими потерями, я еще раз говорю, я не отрицаю его опасность, вне зависимости от того, что говорят и скептики, и паникеры, но вернуть себе свободы и вернуть себе даже то, что было еще 2-3 месяца назад, если от них отказаться, будет очень тяжело, поэтому даже при том примере Тайвана и Южной Кореи, мы все равно смотрим опять на вас, и очень надеемся, что вы свои свободы не отдадите никакому вирусу, и при этом, естественно, что ваши потери и все эти ужасные новости, они скоро прекратятся. Ну, вот здесь я, увы, не столь оптимистичен, как видите, но, к сожалению, ситуация к тому не позволяет. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Я должен согласиться, что потерять свободу легко вернуть будет довольно трудно, а в условиях, когда нагнетается такая атмосфера, такая паника и истерия, вырабатывается страх в народе управлять этим народом очень легко и просто, и народ с радостью расстается со своими свободами и отдает всю свободу, все полномочия правительству, а уже правительство, вы справедливо сказали, что вирус приходит и уходит, пандемия пройдет, а вот правительство, получив в руки неограниченные возможности, расставаться с этими, с этими возможностями никак не будет. И в этом заключается колоссальная опасность, на мой взгляд. у нас есть звонки, если вы не возражаете, давайте попробуем. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Я могу говорить? Говорите. Добрый день, Иван. У меня такой вопрос. Значит, сейчас человечальное положение в стране, и одолжение огромное количество денег, на боссе стреливов на сотелах. А для чего существует золотой фонд? Как-то по телевизору показывали, там, тонны этого, что это находится, в каких случаях, а не столь золотой фонд, и не надо будет одерживать? Спасибо. Я вас послушаю. Спасибо вам, но, к сожалению, я вам не могу ответить на этот вопрос. Вот не знаю. Извините. Тогда прием следующий звонок. Добрый день. Приглушите радиоприемник, мы вас слушаем. Алло. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я могу говорить? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, господа. Вопрос у меня вот какой. Скажите, пожалуйста, от того, что ввели в аэропортах контроль, безопасность наша сильно-сильно изменилась, за это время мы тысячу раз видели, как тот, кто хотел, тот проносил. И только и того, что у меня забирали инструмент, потому что он был по размеру чуть больше, чем разрешается. А то, что человека можно убить, натренировавшись кулаком, кулак же, это, понимаете, поэтому, когда начинают говорить об ограничениях, все сужается до весьма утилитарного и весьма примитивного понимания. Мое мнение, что, да, ограничения нужны, да, их нужно, так сказать, вводить, но они должны быть разумными. Вот такие вот тотальные, которые могут вызвать обрушение, которые могут быть, они должны быть очень взвешенными и заранее продуманными на сроки. А когда они не имеют сроков, то паники усиливаются. А паника, кстати, люди боятся умереть, в любое время именно умереть, почему-то боятся абсолютно все, но никто еще этого момента не обошел и ни один его не встретил с достоинства, а обязательно попал в какую-нибудь ситуацию. Так что рассчитывать на это я даже не знаю. Какие могут быть рекомендации, как можно людям объяснить, что все, что с ними происходит, это их голова. Еще ничего, ни с кем не произошло, если этот человек об этом не думает и этого не остерегается. Вспомните события с вами самими. Все, что с вами произошло, вы каким-то образом этого боялись, вы от этого уходили, в результате вы это получили. Вот как действовать на людей, как им объяснить это? Спасибо большое. Я с вами согласен. Я говорил примерно то же самое, что ограничения, но не запреты. А, кстати говоря, вот если уж говорить о запретах, то что надо было делать, так это действительно ужесточать контроль на въезд. Однако вы помните, какую истерику подняли демократы, когда Трамп пытался это сделать, всего-навсего ограничив въезд из Китая. Естественно, расизм и все такое прочее. И, возможно, какое-то какое-то ограничение на сообщение между штатами, ну, видимо, тоже Трамп об этом говорил и здесь я тоже согласен. В остальном, да, вы совершенно правы, я тоже об этом говорил, что ответственность и понятие, как себя вести, оно исходит от людей. Но, когда вкручиваются со школы леволиберальные установки, то полная безнаказанность и получается то, что называется анархотирания. То есть, либо вчера вы думали, что все замечательно и правительство о вас позаботится, а сегодня правительство о вас заботится, заперев вас дома и отсчитывая, сколько вы метров от квартиры отошли. Вот так. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сегодня герой нашего времени это президент Белоруссии Лукашенко. Интересно, какая сейчас обстановка там? Пожелаем успехов. Я и не знаю. Вообще, да, но опять, в странах таких, как Белоруссия, там очень сложно судить, что у них реально и какая статистика. Но я вам так скажу, это серьезно, кстати говоря, Белоруссия, нас, например, тех, кто любит футбол, я знаю, такие слушатели есть, она спасает. Потому что, если учесть, что по телевидению, ну, я телевизор так почти не смотрю, но тем не менее, по телевизору в Москве транслируется всякая ерунда, и футбол европейский, естественно, из экранов исчез, то белорусский футбол это самое лучшее, что сейчас есть на российском телевидении. Я не шучу, поверьте мне. За это и белорусским футболистам, и даже Лукашенко спасибо. И я очень надеюсь, что они справятся. Я ни с какой стороны не поклонник батики, хотя к Белоруссии отношусь замечательно, и знаю, что там много людей, которые меня читают и слушают. Но если ему удастся этот кризис миновать без локдауна, ну, честь ему и хвала. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Сергей Иван. В пятницу, в прошлую пятницу, выступал по телевидению на Фоксе Такер. И он преподнес невероятную информацию, что он проводил расследование во Флориде, допустили такую оплошность, но это не оплошность, это преступление. Они продали 3 миллиона маск какой-то стране. Почему они продали им? Потому что те предложили кеш. И за кеш продали 3 миллиона, учитывая того, что в Америке этого не хватает. Как это могло произойти? И правда ли это? Это компания М3, которая выпускает маски. Вообще тут очень много таких вариантов. С одной стороны, как бы не хватает, говорим о том, что не хватает средств личной защиты. С другой стороны, для того, чтобы открыть предприятие, которое выпускает маски, потребуется от 45 до 90 дней от бюрократов получить разрешение на то, чтобы это производство запустить. С третьей стороны, скажем, наши местные производители предложили нашему штату маски, но губернатор с сенатором Дюрбином договорились с китайцами и сейчас решают вопрос с тем, с какими-то авиакомпаниями, чтобы отправить чартерный рейс, чтобы закупить в Китае маски, а не у наших местных, потому что у наших местных они дороже стоят. То есть, в Китае ситуация, там, по-моему, за эти два месяца после января, Китай, по-моему, там речь шла о 9 тысячах новых производств, которые открыли по выпуску перчаток, масок и так далее, медицинского оборудования. В то время, как у нас все это дело, демократы кричат о том, что необходимо остановить, кто-то говорит на год, кто-то там до следующего года, на два года остановить, а на что мы рассчитываем, а кто будет производить вообще все необходимое, что нам необходимо, кто будет все это, а мы в Китае будем покупать. Вот мне интересно, это по глупости, по наивности или это из каких-то других меркантильных соображений делается? У нас времени больше не остается, к сожалению. мы обязательно встретимся через неделю. Спасибо огромное, Иван, и до следующей встречи. Да, всем здоровья, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова